Добрый день. Ну, где-то в конце 2019 года, 27 декабря, если помню, наш учредитель, Министерство здравоохранения, издал распоряжение о том, чтобы создать референс-центры. Ну, на самом-то деле, концепция находится в стадии формирования, и, на мой взгляд, здесь немножко лингвистические названия можно было бы его сформулировать как-то иначе. Дело в том, что откуда берется слово референс-центр? Референс-центр – это терминология, которая применяется для клинических испытаний. Когда регистрируется препарат, то для того, чтобы отбор пациентов был единообразен, назначается лаборатория, которая единообразно отбирает всех пациентов клинические испытания по единому признаку. Отсюда, в общем-то, референс подразумевает, что это некий стандарт. Все-таки, когда речь идет о взаимоотношении медицинских учреждений, где комплементарные зачастую экспертизы, немножко это название может оказаться обидным, потому что речь идет о том, что вот работает учреждение, а валидацию того, что оно делает, делается где-то в другом месте. Это не совсем так, потому что, опять же, здесь игра слов по-английски. Есть по-английски «референс-центр». Это тот центр, который обеспечивает стандарты для клинических испытаний. И есть слово «референс-центр». Это тот центр, куда посылаются биологические образцы, куда посылается какой-то другой материал для того, чтобы выполнять какие-то рутинные специализированные мероприятия. Так или иначе, если не вдаваться в терминологию, то в концепции референс-центра заложено три активности. Первое – это дистанционные консультации, ну, принимает это форму телемедицины. И второе – это отправка биологических образцов в морфологические исследования. И третье – это отправка биообразцов в молекулярно-генетические исследования. Ну, сегодня Анна Сергеевна Артемьева у нее предусмотрен доклад отдельный по морфологии, поэтому я позволю в этой сессии ограничиться только обзором молекулярно-генетических исследований. Что входит в понятие молекулярную генетику? Если брать те, та деятельность, которая зарегистрирована и стала стандартом, то это две позиции – наследственные опухолевые синдромы и выбор терапии на основе молекулярных характеристик опухоли. Все остальные деятельности, которые есть, они на слайде перечислены. Это все-таки пока еще более или менее так или иначе экспериментальные процедуры, которые сложно считать стандартом. Ну, что больше всего любят врачи, это, конечно, выбор терапии на основе молекулярных характеристик опухоли. Ну, здесь еще очень помогают новые препараты, а если быть конкретным, то та информационная поддержка, которую оказывают производители новых препаратов. Потому что за каждым из перечисленных препаратов, групп препаратов, они все на слайде, есть определенный мутационный тест. Здесь фактически комплементарные отношения. Есть мутация – назначаем препарат, нет мутации – не назначаем. Все это относится к категории так называемой таргетной терапии, поэтому здесь информационная поддержка, она очень активная. Ну, посмотрите, здесь немножко более понятная классификация, потому что все равно врачи работают не столько по молекулам, сколько по локализациям. И здесь перечисление тестов, которые необходимо делать для каждой из опухолей. И вот тут уже начинаются определенные трудности. Посмотри, посмотрите. Если мы берем рак легкого, я заметил опечатку во втором слове, ну ничего. Если мы берем мутации при раке легкого, как правило, подавляющее большинство этих пациентов диагностируется на этапе, когда опухоль уже метастатическая. Соответственно, максимум, что может взять специалист на исследование – это биопсийный материал. Обычно говорят размером с булавочную головку. Но посмотрите, сколько надо сделать тестов с этого единого образца. Самое важное, что это не тесты как таковые. Абсолютно беспрецедентное увеличение продолжительности жизни для каждого из перечисленных показаний. Ну, в частности, транслокация ред – малоизвестное событие. Только сейчас появится препарат в открытом доступе. Знаете, какая медиана продолжительности жизни у пациентов, которые диагностировали с метастатическим раком легкого, на одном единственном препарате? 113 месяцев, почти 10 лет. Ну, если мы говорим о том, что было 15 лет назад, когда продолжительность жизни пациентов с раком легкого была 3-4 месяца, а с добавлением химиотерапии она достигала 6-7 месяцев, то сейчас, когда мы говорим о 10-летней прибавке, это, конечно, во многом решение вопроса. Для других показателей по скромнению. Для ЛК-транслокаций – это 7,5 лет, для ИДЖФР-мутаций – 4 года. Но все равно, согласитесь, это значимые прибавки для того, чтобы эту диагностику делать. Что получается? На сегодняшний день ряд тестов делается де-факто молекулярными биологами, а другая часть тестов делается морфологами, причем на каждую из процедур нужен отдельный фрагмент опухоли. Что мы имеем в результате? Не только у нас в стране. То же самое показывают американские опросы. Худо-бедно делаются самые частые события – GFR-мутация, транслокация, ЛК. Как правило, делается экспрессия ПДЛ для иммунотерапии, потому что это популярный метод, и это достаточно доступная диагностика. Здесь морфологи делают. А вот все остальные из перечисленных, найдите отличия между этими картинками, остальные фактически игнорируются. Что мы можем тут предоставить? Мы можем тут предоставить технологические решения. Посмотрите на слайде. Когда у нас происходит транслокация, перестройка, это особый вид нарушения, который стандартной полимеразной цепной реакции не выявишь. Если происходит транслокация, то у нас активный фрагмент гена, киназный, оказывается в другом участке генома. И поэтому он продуцируется в большем количестве. Соответственно, очень простой и универсальный ПЦР-тест. Сравнивается нижняя часть слайда. Количество киназного домена, функционального домена гена и исходный фрагмент. Если это соотношение меняется, значит, есть транслокация. Ну, хвастаться это грех, но, в общем-то, эта работа, она несколько лет назад вошла в реестр главных событий года в Таракальной онкологии в журнале Journal of Taracic Oncology. Потому что что мы можем себе позволить? Мы можем себе позволить на единой ПЦР-платформе с единого образца сделать все необходимые мутации. Это принципиально важно, потому что все-таки каждая мутация несет колоссальную прибавку продолжительности жизни. И если три года назад подобная деятельность была провокацией, потому что она заставляла учреждение ставить период необходимости, что нужно где-то искать дорогой препарат. Сейчас, когда вот по этим редким позициям снабжение стопроцентное, это не представляет проблемы для здравоохранения. Купить на одного пациента из 100 препарат, который стоит 100-200 тысяч рублей в месяц, это укладывается в усредненный бюджет, то получается, в общем-то, что эти тесты очень нужны. Другая проблема. Я сознательно говорю, где у нас есть места, которые еще не решены. Есть очень популярная терапия рака толстой кишки. Мы должны понимать, что у нас примерно 40% карцином толстой кишки являются зависимыми от активации рецептора эпидермального фактора роста, и там помогают очень антитела терапевтические, которые стали очень доступными. Орбитукс, Виктибикса, они в списках, они попадают всем пациентам. А вот 60% приходится на мутации. В чем у нас, опять же, проблема? Проблема заключается в том, что если мы делаем полноценный молекулярный анализ, то у нас 60% частота мутации. А если делать с теми наборами, которые есть, и которые почему-то зарегистрированы, на мой взгляд, здесь есть определенные упущения, то частота этих мутаций только 30%. В чем заключается ужас ситуации? Если вы назначаете все-таки дорогостоящий, таргетный препарат пациенту, у которого на самом деле мутация есть, а ее лаборатория не нашла, потому что использовала набор вместо полноценного метода, это не нейтральное назначение, это не только сыпь кожная у пациента, это ускорение роста опухоли, то есть фактически ядрогенный побочный эффект. Но, соответственно, опять же, мы как исследовательский центр в общем-то все, что можем противопоставить. Мы делаем полное тестирование не только раз, но и других генов всем пациентам, которые сюда попадают. Мы не жалеем на это ни времени, ни дополнительных средств. Очень любят говорить про молекулярную диагностику для назначения лекарственных препаратов, потому что там все-таки фарминдустрия обеспечивает поддержку этому. Но есть вообще достаточно категория пациентов заброшенная. Это пациенты с наследственными опухолевыми синдромами. Посмотрите, сколько этих синдромов. Заблуждение, что наследственные опухолевые синдромы – это редкость. Если мы возьмем всех пациентов с раком яичника, которые попали на отделение в любую клинику, каждый пятый случай – это наследственный рак, это менделевское наследование, это генетическое заболевание. Ну, для толстой кишки этот процент поскромнее – 3%. Но говорить, что наследственные опухолевые синдромы – это экзотика, это неправильно. Ну, опять же, если говорить про подходы медицинские к таким пациентам, то это не только диагностика предрасположенности. Это очень важные подходы к лечению. И тут редкий случай, когда сложнейшую проблему лечения рака можно решить достаточно простыми и дешевыми способами. Ну, в частности, вот это наше совместное исследование, где участвовал учреждение города «Областной диспансер», городской онкологический диспансер. Что делали? Брали пациентов с наследственным раком яичника, они все запущенные, потому что это бессимптомный опухоль, тех, которых прооперировать нельзя. И назначали им простейшую комбинацию – цисплатин-метамицин. В чем принципиальная разница? Если вы берете стандартный рак яичника, никогда не будет полного морфологического ответа, если вы правильно смотрите препарат, потому что в опухоли изначально присутствуют резистентные клетки. Татьяна Юрьевна об этом говорила, о гетерогенности опухоли, о необходимости контроля полного морфологического ответа. Здесь комбинации простейших препаратов, которые дешевые. Мы у каждой шестой пациентки наблюдаем полный морфологический ответ. То есть это эквивалент тому, что, скорее всего, будем надеяться, они вылечились от запущенной стадии заболевания. И что еще существенно? За первыми такими пациентками период наблюдения уже 5 лет. Да, они живут без рецидива, как, в общем-то, мы и надеялись. Ну, в чем у нас проблема на самом-то деле в работе референс-центра? На сегодняшний день очень хорошо, что появилась организационная структура, которая в том числе поддерживается ОМС. Но все кощунство заключается в том, что в ОМС вошли только те тесты, которые для назначения дорогостоящих препаратов. То есть, по сути дела, ту нагрузку, которую и так фирмы готовы были на себя брать, чтобы получали пациента препарата, вот ее приложили на государство. А если брать, на мой взгляд, самое болезненное, где самые дорогостоящие тесты, там ПЦР не обойдешься. Это наследственные опухолевые синдромы. Они все висят в воздухе, но и не только они. Возьмите диагностика сарком, диагностика транслокаций. Анна Сергеевна очень много саркомами занимается, и она, я думаю, меня поддержит. Никакого покрытия нет, абсолютно огромное количество здесь тестов, которые нужны, ничего нет. То же самое касается и другой диагностической онкологии. Несомненно, тут есть ресурсы для улучшения. Второй нюанс, который мы, в общем-то, обнаружили, я, честно говоря, не ожидал. Да, эти результаты, где, в каком учреждении обнаружены пациенты с мутациями, очень востребованы, потому что каждый пациент ведет за собой назначение того или иного средства. Оказалось, что эта информация очень нужна. Это никто особо не скрывает. Пытаются производители лекарств сотрудничать, назовем это так, с лабораториями, чтобы знать, в каком учреждении сколько появилось пациенты. Мы теряем наши потоки, но мы категорически такое сотрудничество отвергаем. Мы работаем в полном соответствии с теми правилами, которые нас учили хорошие родители. Мы нигде не нарушаем не только закон, там могут быть какие-то лазейки, но мы нигде не нарушаем представление о порядочности. Ну, сегодня у нас будет на ассоциации онколога выступать Анна Николаевна Малкова, у которой неоценимая роль в организации всей этой деятельности работы. Это не только референс-центров и другие аспекты работы с регионами. Если брать все нюансы взаимодействия, то контактная информация здесь представлена в заключительном слайде. Ну и с удовольствием представляю мою контактную информацию. Все, что касается непосредственно медицинских вопросов, я очень охотно в этой работе участвую. Спасибо за внимание. Продолжение следует...